Доброе утро, мои хорошие, я в ужасе. Заходите, гости дорогие! А пузо вы дали? Пузо вы дали какое красивое? Тигрица моя! Вот следующая партия пришла. В моем доме еще так много человек не было. Ух ты, интересно как. Так, ну что, мои хорошие, уже столько всего дел попеределала? С днем рождения! С днем рождения! Муа! Она все равно выпрыгивает, спрыгивает и опять орет. Короче, сегодня ночка была ухо-во. Опять она меня с полпятого до пяти где-то вот так гоняла. Потом вроде бы уснула. Потом снова вылезла, спрыгнула. Потом где-то, я уже думаю, не буду ее трогать, где-то она лежала. В туалет на кровать сходила один раз. Один раз сходила в лоток, а я не увидела, что там. Видимо, она уже второй раз не захотела туда, сходила на кровать побольше. Ну, благо у нее это не твердое, как бы, да. Не пришлось там сильно много убирать. И хорошо, что я фаберлик взяла для поверхностей. Для поверхностей взяла уборочку. Денечка, все, она не хочет больше кушать. Давай, убирай в тарелочку все. Она наелась уже, да. Проснулась Денька, смотрю, кто-то укусил. У него вот здесь вот укус какой-то. Только вот не пойму, и на руке аж вздулась, смотрите. Не пойму. Вон раз, два, как будто два укуса или три даже. Кушай. Она не хочет, зай. Все, убирай в тарелочку ей. Все, не хочет кушать. Не хочет. Сюда обратно ложи. Убирай. Уже его не боится, уже крутится вокруг него все время. Пойдем, полежим, Мил. Пойдем, полежим. Поела, попила. Пойдем, полежим. Так, где мой телефон? Я смотрю сериал тут. Короче, в итоге сейчас уже полдевятого, а я проснулась полвосьмого, в 7.30. Вот, смотрю сериал. Так, не переключай меня только здесь. Что? Привет. Привет. Короче, смотрю сериал, уже поела. Короче, сегодня у меня такая ночка была. Не из лучших. Ну, я вот все верю в то, что она чуть-чуть подрастет и реально успокоится. Да что ж за мушка тут летает, господи. Я все надеюсь, что она немного подрастет, чуть-чуть успокоится и уже не будет себя так вести. Но если она будет постоянно орать, это, конечно, это, конечно, вообще, надо будет что-нибудь придумывать. Какие лайфхаки есть, подскажите. Кто-то писал, что есть такие кошки у кого-то, что они когда встают, а в 4 утра там просят еды. Но дело в том, что у нас двери везде открыты, туалет открытый, доступная еда. И все время сухой корм она ест, да, сейчас у меня и мясо раз в день. Я ей сейчас даже вот, наверное, отдам вот этот вот мягкий, который остался там, паштетик, и все. Ну, как бы будет сухой корм есть. И как бы сухой корм там всегда лежит. То есть нет такого, что у нее пустая тарелка. Мне не нужно вставать, специально ей насыпать. То есть она просит либо внимания, либо ее проводить, либо она еще чего-то боится. Пока непонятно, в общем, чего она орет-то. Внимание привлекает. Я не бы спалась. Поспала бы еще. Глаз чуть-чуть вроде опухоль проходит. Я ничего не стала брать. Я зашла в аптеку, а она мне говорит, отдает мне обычную мазь. А я знаю, что есть экловир специально для глаз. Такой гель для глаза. У них не было, она начала мне впаривать обычный. Я говорю, обычный у меня есть, мне нужно для глаз. А там написано, я говорю, дайте инструкцию почитать. Она такая подходит для глаз, там, тра-ля-ля. Говорю, дайте инструкцию почитать. Написано на слизистую, говорю, не наносить. Ой, ну, как хотите. Я думаю, вот странное. Ну, я чувствую вообще, когда мне хотят что-то впарить конкретно, да, рассказывать. Я говорю, мне нужно то, что на слизистую нужно. Если, говорю, на слизистую попадет. Я ей говорю, а если на слизистую попадет, то что, ничего страшного? Она такая, ничего страшного, тра-ля-ля. Я читаю в инструкции при ней, говорю, чтобы не попадала на слизистую. Короче. И в итоге ничего не взяла, ничем не мажу. И опухоль сходит потихонечку. И, я думаю, сама заживет. Дэнка мастится уже к нам, вот подушки принес. Дэня! Не надо ничего тащить. Привет! Привет. Малышка тут спит. А тут я сериал смотрю. Поэтому вот здесь, вот в зале, я хотела большой диван. Чтоб мы нормально здесь все могли лежать. Потому что в спальне это не то. Хочется, вот когда проснулся уже, находиться не в спальне. Там больше такая зона, вот реально, для сна. А находиться в зале, активности. Тут телевизор включен. Тут приготовить что-то можно встать, поиграть. Как бы и вот такое все. Поэтому буду думать над тем, чтобы поменять здесь диван. Чтобы он раскладывался и изначально был уже сам шире. Да? Привет. Да? Большой диван нам нужен, да? Да. Что делаешь, Дэн? Покажи ручки. Что придумал? Малыши карандаши мои. Дэнка все время ложится. Так подкрадывается, да, Милане? Милана дрыхнет. Дэн разбросал все здесь. Вот, я сегодня утром вытащила мяско, кусочек. Вот, порезала такими маленькими кусочками. Уже разморозилась. Сейчас она проснется и дам ей мяско. Если она это съест, все вообще замечательно. Она бывает на целый день это растягивает. Кстати, сейчас подумала о том, что хороший повод быстрее Дэнке сделать детскую, потому что Милана будет спать со мной, скорее всего. И если она будет просыпаться вдруг, ну то есть Дэнка спит в своей комнате под закрытой дверью, и у меня закрытая дверь в спальне. И тогда, если она будет просыпаться там и мяукать, я хоть смогу с ней как-то разговаривать и успокаивать ее. Но вроде сейчас общаюсь с девочками в инстаграм, от вас очень много приходит фотографий ваших домашних животных, вашей истории, породы. Мне так интересно на самом деле все это было с утра читать. Прям классно. И кто-то говорит тоже, кто брал маленького котенка, тоже там первые 2-3 дня вообще не играл, еще время мяукал и так далее. В общем, спасибо за ваши советы. Они очень мне на самом деле полезны, поддерживающие, так сказать. А то мне кажется, вдруг она у меня такая вот прям крикунья. Все время будет. Но даже если она будет все время такая, то я понимаю, что уже как бы куда деваться. Это наша родная девочка. Будем подстраиваться, ее пытаться подстраивать как-то. Но в любом случае отдельная комната у ребенка это хорошо, потому что больше всего, когда она начинает мяукать, я переживаю не за себя, а за то, что она сейчас разбудит малого. И если она разбудит малого, то все, короче, мне не спать, называется. А еще мне, знаете, еще написали, что она у меня медицинская. Я не знаю, что это такое, примета или нет, что у нее какая-то буковка М на... Буква М, вот, видите? Буква М, значит, медицинская и типа она лечит. Я не знаю, примета это такая или нет. Я девушке написала, говорю, это что как бы значит, это откуда такое. Но она говорит, вот она лечит, потому что буква М, и поэтому она легла на горло, потому что кашель у вас, вот. Ну и типа у них тоже кошечка такая с буковкой М на лбу. Посмотрите, кстати, у своих питомцев, может быть, у вас тоже медицинские. Вот. И как бы они лечат тогда, и говорит, когда у моего ребенка температура, и кошка ложится рядом, да, там, то температура по волшебству прям уходит. Вот так вот. Ну это круто. Говорит, нам очень повезло. Ну я когда вообще ее взяла на ручки, честно говоря, я почувствовала, я что-то почувствовала. Я не могу понять что, но я не стала даже других котят брать в руки. То есть она вот так на меня посмотрела, и все. Поэтому, да, я думаю, что история с ней будет у нас необычная. Это наша котейка, точно, наша девочка. Она родилась в тот день, когда у мамы был день рождения, и она уже знала, я думаю, что будет у нас. Сегодня у меня какой-то день приготовления. И мне сейчас очень захотелось сладенького. Сделала сюда два банана. Вообще не знаю, что получится, просто мне хотелось именно эти ингредиенты намешать. Йогурт вот детский один. Он срок годности у него до вчера было. Вот. Я думаю, что его можно сюда. Деньки я уже его давать не буду. Можно его сюда бросить. Два яйца. Так, два яичка бросила. Сейчас я все это перемешаю. Красоту. Все размешалось, кстати, достаточно хорошо. И добавлю сейчас сюда муки. Будут такие панкейки вот на такой основе. Сахар ничего добавлять не буду, потому что йогурт сладкий, банан сладкий. Добавила сюда где-то полстакана, наверное, муки. Овсяной муки, кстати, вот. Такой. И, в принципе, уже консистенция готова. Можно делать панкейки. Девочки, это так невозможно вкусно, что я готовлю и сразу ем. Уже три партии сделала, сразу ем. Я, наверное, не дождусь, чтобы полить медом все это дело. И посыпать орешками. И Денька ест мамину стрипню, да? Вкусный? Ну, жуй тогда. Всем доброе утро. Открывай, День. Открывай. Да, у Мелочки чуть-чуть осталось еды. Или давай я сначала помою мисочку, да, водичку поменяю, и ты потом наливаешь. Давай, наливай. Наливай. Насыпай. Открывай. Наливай. Наливай. Это на кубку. Наливай, Мелочку. Насыпай. Так, сипай. Аккуратно. Чуть-чуть. Вот. Доброе утро, мои хорошие. Я в ужасе. Ну, в плане, выгляжу пока что. Сейчас пойду принимать душ. Нужно... Я проснулась, я сегодня выспалась так хорошо. Мне ребята дали поспать. Пол девятого. Знаете, день на день не похож. Каждое утро сюрприз. Во сколько ты встанешь, как тебе дадут поспать. Но этой ночью я была очень спокойна, очень позитивно настроена. Потому что прошлой ночью как-то я прям нервна. Вот знаете, все зависит от того, что у тебя там внутри, блин. Какие у тебя мысли в голове, ожидания, там еще что-то. Мела мяукает. Да, она у нас любит поговорить, я так понимаю, да. Не каждый шаг она, конечно, свой комментирует. Но, например, там поход в туалет она обязательно как бы комментирует, да. Потом покушала, она покомментирует, что покушала. Пришла она в пространство, где мы. Она тоже о себе заявляет. Вот. И спустилась она с кровати. Она тоже говорит об этом, что она спустилась. И вот сейчас думает, чем заняться. Я сначала думала, что она плавает, что-то ей срочно нужна помощь какая-то. На самом деле нет. Она просто, ну, как бы ставит в известность. И она так вот пару-тройку раз помяукает. Я ей говорю, Миланочка, тише. И все. И она затихает. И находит в себе какое-то увлечение спокойно. И я перестала бегать за ней в это все время. Бери водичку. Спасать ее. Иди, бери водичку. Пойдем. Вот. И сегодняшняя ночь, ну, прошлая ночь я прям вот это вот все думала, что надо спасти ее. А сегодняшняя ночь прям хорошо так. Я пока поделала свои дела. Она покушала, да. Сходила в туалет. Это вот где-то часов в одиннадцать было. Вот. А потом мы пошли спать с ней вместе. И будила она, во сколько же она меня разбудила, я не помню. И будила ли она меня вообще? Вот настолько крепко я помню. И вспала, что я не помню, я вообще вставала сегодня утром или нет. Возможно, вставала, но это просто было быстро, что я даже на часы, наверное, не посмотрела. То есть я, мы встали, я ее сводила в туалет, сводила покушать. И все. И думала, что она уснет, а она не хотела спать, она спрыгнула с кровати. Несколько раз, я уже не стала ее брать и пойти на руки. Несколько раз помяукала и затихла. И я не знаю, где она была всю ночь, но до полдевятого мы с Деней спали, она нас не тревожила вообще. То есть тише, тише воды ниже травы было. И все. И мы проснулись уже, и она тоже проснулась. И я прям такая выспавшаяся. Классно. Сегодня ко мне придут друзья. Родственники. Друзья, блин, родственники. Виталик приедет. Сегодня у Настя день рождения. И мы посидим у нас пару-тройку часов, чисто своим семейным составом. Приедет сестра с племянником. И приедет мама. И Виталик с Наташей. Наташи? Да, трое детей и взрослые. Ну, наша такая маленькая семейная. Наша маленькая семья. Вот такая. А, и тетя приедет еще. А, и тетя. И тетя, да. Тетя Марина. Тетя Марина. Вот. Так что сегодня я привожу себя в порядок и готовлюсь. Надо как-то столы расставить, немножко прибрать, чтобы всем было где место. И детям потусоваться, и нам, и чтобы Милану не задавили. Надо будет ее спрятать вообще как-нибудь, куда-нибудь. Кстати, по поводу шампуньки Фаберлик. Вот я последние два раза мыла ей голову. Ну, и я хочу заметить, что очень быстро жирнеет голова. Так, у меня здесь дынька купалась. Вот, вот этот вот увлажняющий шампунь. Но так как мне наоборот нужно сушить голову, да, как бы немножечко, корни, то мне вот не подходит оно как-то. Хорошо увлажняет, да, но мне надо, видимо, чтобы чуть ли подсушивало, чтобы так сильно не грязнились. Так, у меня еще два шампуня для окрашенных волос. Активное питание. Какое сегодня попробовать, не знаю, но какой-то из них попробую. Так, а вы, может быть, спросите, где Мила? Я сама такая думаю, глядя, что-то она притихла. Она очень любит играть вот с этой бумажкой. Просто бумажку я взяла с журнала и смяла, и все. И она с ней сама играет без ниточки, без ничего. Это лучшее ее это гоняет, в зубы ее берет, приносит. Но она мне еще прям конкретно не приносит. То есть она ее побежала, вот взяла, давай покажу. Покажем, Дэнь, как... Ой, Дэнь, Мил, покажем, как ты бегаешь. Иди сюда. Где? Ну? Беги, скорей, скорей. Вот она, Мил. Короче, она за ней бежит. В зубы ее берет и, ну, как бы приносит, но не отпускает еще. Охотница. Ой, взяла. Давай, маме. Давай, маме. Мила. Милка. Вот, в зубы взяла. Давай, маме, бумажку. Маме бумажку дашь? Ушастая моя. У них у всех арендалов вот так вот эти хвосты вверх торчат, как антенны. Мне так нравится. Мне все в ней нравится. Многие говорят, что она на меня похожа. Да. Я согласна. Очень многие... Даже брат вчера приходил в гости и говорит, я не понимаю, почему ты ее выбрала. Она на тебя похожа. Такие же глазища, такая же дрыщ. Ну, имеет в виду, что такая же худая. Длинные лапы. У меня тоже длинные пальцы, длинные руки. Ну, уши, правда, не такие большие, но... Морда, говорит, тоже похожа. Нос такой из плющ. Ну, короче. Ой, в общем, она тут сама развлекается. Вот в этом углу нравится ей. Так, а я сейчас буду купаться. Ох, что-то голова закружилась. Денька, Денька тут яблоки свои доедает. Четыре яблока надкусанных было. Сейчас все почистила. Яички варю нам. Так, искупалась. Теперь очищу яички. Деньки перепилили. Их себе два. Сейчас намочу авокадо, яичко, помидорчик. Это будет мой завтрак. Вот. А потом приду и съем гранолу. Прям от гранолы тащусь. Шоколадом вот офигенная. На втором канале это видео было с покупки с лентой. Вот я нашла там гранолу просто нереально вкусную. За сто семьдесят шесть рублей, по-моему. Не помню цель. Вот. Сейчас позавтракаем и поедем покупать подарки. И в Фикс Прайс надо заехать, докупить еще для видео чего-нибудь. Ну и там что-нибудь по мелочи. Я вообще хочу взять на подарок Настюшу. Ну я с родителями уже разговаривала, обсудила этот момент. Яички. Ой, яички. А куда мама чистит? Мама, вот тебе в тарелку чистят шкурки главное, да? Вот мама. Давай тарелку. Тарелку должна была яички чистить, а я чищу туда шкурки. Домик для их котенка. Там мы с Наташей когда ходили, гуляли. Я думаю, что домик хорошо. Но домик это для котенка, да? Ей подарок для котенка. Вот. Она его очень любит. Я думаю, она обрадуется. А я ей еще по мелочи хочу взять, там, раскрасочку какую-то. Там, эту ветровочку я брала. Я сейчас соберу просто по мелочи, там, такое все. Там, может, сладости какие-нибудь еще возьму. Фикс-прайсик, какой-нибудь наборчик еще возьму. Там, типа, доктора. Знаете, детишки, игрушки им быстро надоедают. Сегодня играют, завтра нет. Вот. Поэтому мне кажется, что лучше брать что-нибудь поменьше, но побольше. В общем, что-то одно. Сегодня поиграла, а завтра неинтересно. И обидно становится. Вот. Ну, думаю, домик ей точно понравится. Потом еще за мамой заехать надо. Она мне поможет. Переставить, что, как, переставить, чтобы все уместились. Будет народу очень много. Дэн, на яички, котик. Люблю яички. Так люблю, когда он кусает. На. Так, все. Вот такой завтрак у меня будет. Одну сосисочку сделала, два яичка, один авокадо и один помидорчик. Все. Сейчас позавтракаю, допью свои матчи. И все, буду сушиться. Так, Дэнка у меня смотрит и здесь мультики, и там мультики, понимаете? Везде мультики. А все, чтобы он мне просто дал поснимать видео. Я сняла сейчас два видео. Вот. И сейчас уже начало третьего. Уже вообще мама должна была приехать. Я ей сказала, что я за ней заеду. А сейчас надо нам покушать, выходить. Вот. И еще надо заехать в магазин в один, во второй. Вот как бы я и не знаю. Я даже и не знаю, что делать. Ну, ладно, я думаю, успеем. Три часа у нас еще есть. Я себе сделала гранолу. Вообще, честно говоря, я безумно счастлива, что есть, ну, что появляются, знаете, какие-то вкусные, любимая еда, да? То есть вот это вообще, вот эту шоколадную куплю прям сразу несколько пачек, как только увижу ее на прилавке. Потому что это, мне кажется, полезный завтрак такой, да? И он реально очень вкусный. Шоколадная гранола моя. Вот. И сейчас и Дэньку еще накормлю. И поедем. Так, ну что, мои хорошие, уже столько всего дел попеределала. Уже бабушка с бабушкой даже пофотографироваться успели. В магазин сгонять в один, во второй. Все, сейчас я все взяла. Сейчас домой приду, покажу уже, какой подарок я буду запаковывать на стюльке. И все, и мы нам надо уже, да, курицу сделать скорее, картошку. Мама много готова. А время без десяти четыре. А все к пяти подойдут, так что часик остался. Вот. Привет, мама Чоли. Ссылка на мамин канал под видео будет. Заходите. Заходите. Девочки, купила кошачью мяту. Спрей. Сейчас буду пшикать. А, это вот подарок, кстати. Вот такой домик. Ну, они попросили небольшой домик. Вот такой домик, когтеточка. И наверх запрыгивать. Это для британца нашего. Подарок будет запакую. Сегодня красиво все. Так. И сейчас я напшикаю. Напшикаю пойду. Вот это вот местечко. Мне хочется, чтобы она здесь все-таки тусовалась. А, да. Вот так вот. Когтеточечки. Что это кажется? Я не знаю, немного ли я пшикаю? Сколько надо пшикать? Много не надо. Сейчас задохнется. Да, люди. Детки шли. Ну, я так вот вроде пшиканула нормально. По чуть-чуть тут. Ну, вот именно вот здесь, пока она когти пустучит. Здесь лежит, там лежит. Сейчас она чуть выветрится. А что это запах привлекает? Ну, да. Они как будто вот любят это. Иди сюда, Мил. Я тебя тут напшикала. Иди. Еще она вот эту лежаночку любит. Ну, я пшикну здесь. Пусть ее будет местечко. Милка, иди. Где? Иди. Смотри. А ну-ка, нюхай. Смотри. Иди. Иди на запах. Иди, котик. Иди. Она учуяла, но не поймет. Тебе передоза не будет тут? Ну, это мята вроде. Ну-ка, смотри. Ну-ка. Ой. Чего-то... Вот уже интересно, скажи, да? Нет? Не твое место? Наверное, сильно понять. Наверное, сильно понять бабушка. Ну, ладно, разберемся. Что-то принюхивает. Так, еще взяла вот такие ножнички 247 рублей. На балконе, мам. Вот такие закруглюшечки. Взяла, короче, специально для нее. И взяла еще вот такой мячик. Сейчас тоже его пшикну, пусть играет. Мил. Мил, мячик. Мил. Мячик. Это Милкин мячик, Дэнь. А то я тебя знаю. Кидай, Мил. Ты пугаешь, блин. Дэнь, дай возможность ей добежать до мячика вообще. Дай, Миле, мячик. Я тебе такой куплю тоже потом. Все, иди к бабушке. Короче, вот кучу всего я сюда запихала. Я думаю, ей эти всякие малости будут приятны. Вот это я Олимпичку давно покупала. Показывала вам уже. Классная она. Я ее простернула и положила в пакетик. Она еще ее не видела, родителям уже показывала. Вот такой наборчик, раскраска блестками. Так, блокнотик. Это я сегодня покупала в Фиксе. Заходила и заодно думаю, ну, набросаю туда приколюх. Заколочки и жвачки она любит очень. Так, и все. Сейчас я это в красивую бумагу с Фикс Прайса замотаю. Как-нибудь красиво. Они уже едут, сказали. Все, покажу. В общем, вот такой подарок получился. Запаковала. Надо было еще бумаги взять. Получается, у меня только вот с одной стороны один рулон. И с другой стороны сверху чуть-чуть осталось. В общем, это я нашла у себя ленточки вот эти. Это я так запаковываю подарки своим с магазина. Вот. В общем, вот такой вот подарок получился. Она придет. Я ей сделаю вот здесь надрезик. Она достанет рукой все игрушки. А это они потом понесут. Заходите, гости, дорогие. Целовашки. С даброй ждет. Это тебе подарок. Вон, смотри. Кисе. Скажи, кисе. Кисе, какой подарок. Огромные. У тебя огромные. Даже не смотрят. Привет. Так, все... Мальчика или девочка? Девочка. Все, короче, на кисюлечку обратили внимание. На кисюлечку. Малюсенькая. Ну, я же ее ни разу не видела. Маринка, привет. Привет. А я тебе память. Дети уходим. Нет, конечно, целовать. Все, внимание на тебя. Она предчувствовала. Ходит, орет. Пречувствует толпу большую. Все голубоглазые, да? Ну, сейчас да. Потом зеленые будут. О, боже. Скажи, сколько у меня нету. Ты тебе что-то подарили? Нету пакетик. Покажи машинку. Я руки хочу. Руки, да. Мойте руки все. Да, у меня там мы-то. Все моем руки. Нам гольф позадарили. Так, что там? Это там так надо. Все, на компьютер не лазьте. Компьютер не лазьте. Давай, раздевайся. Все, игрушек куча. Подарков куча. Пойдем. А где мама с папой? Сейчас мама с папой придут. Ой, дрожит моя рыбочка. Дрожит маленькая. Вот следующая партия пришла. В моем доме еще так много человек не было. Привет. Привет. А мы на Василии смотрели, когда нет? Нет, нет, нет. Ань, наверное, нет еще. Эй, машина у меня какая-то. Милка боится, дрожит, прятал. Смотри, какой подарок нам усили. Это вообще прям. Она даже не обратила внимания. Она увидела Милку сразу к ней и такая. Я говорю, это тебе подарок. Она такая, ага, пошла. Но там еще, я еще в домике прорезь можно сделать. Там очень много всякого всего еще. Да, мне можно. Конечно, нам. А то он это. Такой хороший. Короче, никто из вас не дает телефон. Все. Ух ты, интересно как. Я там всякой маленькой мелочевки набрала. Засовывай руку и доставай по чуть-чуть себе. Так, тут у нас происходит... Оленка кашу не доела, вам не мешает ли? Нет. Так, тут что-то режут. Места мало, да. Братюня здесь вот делает картошечку. Да, я думал, она будет готова. Картошечка. Ну, мы не успели. Тут что-то порезано. Вообще ничего не порезано, только пюре за 4 часа. Мы за подарком ездили. За 4 часа пюре. Ты видел подарок какой? Мы ездили. Мама, друзья, картошку чистила с 2 часа. Внутри там домик для котенка. Может, она вот здесь? Да, моя кошечка, моя девочка. Все, отдыхай. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Я с тобой так... Да, давай, Дина. Большая семья какая-то, да? Уху! Все сидим, внимание! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Настя! Happy birthday to you! Сожги, дичька! Зажигалочку еще раз. Дени, ломок, дам! Дени, ломок, дам! Наси 4, дам! Дени, ломок, дам! День, сядь сюда! Нет, День, нет, День! Еще раз, давай! Дени, ломок, дам! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Дуй! Сильней! Молодец! Режем торт! Режем торт! Режем торт! У-у-у! Давай вместе, Настя! Крайняя! День! А! Happy birthday to you! Катя понравились кроссовки, она уговаривает Деню подарить мне. Подарить или одеть? Деня, подари мне, я буду носить. Да, он только рад, забирай. Деня, можно я к себе заберу? Нет! Я хочу носить, ты не носишь. Я хочу носить, ты не носишь. Ну, покажи, как ты носишь. Мир? Твое? Твоих раз? Все, мы провожаем гостей наших. Гости у нас хорошие, они мусор забирают с собой. Смотри, там же внутри подарки, мы их туда засунули обратно, чтобы не потерять. Целоваться, пойдем? Да. Конечно, мы заберем. Можно? Заберете меня? Давай, я чмокну. Настю, иди, целуй. Иди, Настю, целуй. Настя, целуй, Глентку и помчим сейчас. Пока, ясно. Все, пока. Так, хватит, что я не целую. Сейчас пока будете выходить. Пока, пока. Фух. Ну что, остались мои дни, гости ушли. Без пяти восемь. Ну, брат ушел с племянницей, маму забрали с собой, они уехали, потому что у них еще гости. Это я отстрелялась. День рождения. Кусочек провели вот так, ну сколько, часа три мы вместе побыли, да, и только что сестра, с тетей, с племянником ушли. Все, сейчас хорошо, что было все в одноразовой посуде почти, сейчас я все там приуберу немножко, мусор даже забрали свой. Вот, свой, наш общий, всеобщий. Вот, сейчас я скупаю малого и уложу спать. Миланочка в шоке, конечно, была, но дверь была закрыта сюда, никто ее не беспокоил. Кстати, не смотрите, это у меня простуда, там уже вылазит как-то и как синяк смотрится. Ай, смотрите, что она делает, девочка играет тут. Уже расслабилась, уже поняла, что гости ушли, да? Да, и с бумажкой тут играет такая, с бумажкой, морыха. Что сказали, кто не был у меня еще в квартире, сказали, что квартира по-другому смотрится, как кажется, что меньше, на самом деле она больше, я так поняла. Потом вот этот домик казался маленьким, да, на самом деле домик вот метр, метр семьдесят три я, да, и домик чуть-чуть выше, да. Вот посмотрите так, да, если хотите представить примерно какой домик, потому что всем казалось, что он какой-то вот такой, наверное, да, небольшой. А он вот, да, домик с меня ростом большой, но пока что она в нем не сидит, не хочет, вылазит, ну пусть подрастет пока. Деньке надарили тоже игрушек всяких разных, и гольф вот нам подарили, как-нибудь сыграем в него. А вот шарики еще, вот игра понравилась, не знаю, где брали, кстати, очень ему понравилась игра, ему оставили ее, где? Короче, не знаю, а, вон она, вот эта штучка с шариками, вот она. Ну-ка клади шарик, клади, День, шарик. Вот так кладешь и стреляешь. Короче, ему очень понравилось, и Тимка оставила ему. Клади сюда, День. Давай стрельнем, давай сюда. Один. Один надо. Один. Два. Да что ты несколько кладешь? Давай один. Смотри. Короче, вот такие вот дела. Носились, шумели, весело все было. Я люблю, когда детки кайфово проводят время. Вот что у нас тут осталось. Немножко. Сейчас это все уберу. Расставлю на место все. И будем укладываться, отдыхать. Мне хочется все показать, в каком платьице я была. Я так редко одевала, что мне хочется иногда, ну, как бы, выглядеть, показать вам. Сегодня я была вот такая. Супер мини короткое платье. Сильно низко наклоняться нельзя, но вот такое. Уху! У меня очень комфортно, кстати, было. И как раз по погодке мне. Что-то, кстати, эта мята какая-то, она особо не помогает. Что-то ее не притягивает, не кайфует она от мяты. Так, ну что, мы смелко вложили дыньку. Сейчас я себе взяла, кстати, соль вот этой вот нафигачила. Мне кажется, она какая-то сильно крупная. Она так долго растворяется. И я примерно так ее насыпала, в общем, не знаю, там еще куски на дне. Но мне надо полежать в ванне, потому что я устала. Еще у меня прям такое черное, прям, в зеркале. И здесь тоже. Здесь уже, наверное, тушь немножко подрассыпалась. У меня, кстати, уже ресницы все повысыпались. Я сегодня решила тушью нашла. Одну выкинула, две оставила, нормальные такие. Кстати, из фикс-прайса вот эта штучка прекрасно держит. Мила, иди сюда. Короче, сейчас умоюсь и полежу в ванне. Всем доброе утро. И так как наступило наше утро, я еще не завтракала. Ой, гляньте, как зелень вообще. Уже деревья расцвели, и прям я обратила внимание, там домики, видите, в конце. И такой зелень, домик красивый, зелень, домик красивый. Сегодня все прекрасно. Милочка, вот она лежит на диване, играется, наблюдает за Деней, как Деня играет в игрушки. Я сегодня опять выспалась. Сегодня у нас было так. По-моему, вчера так и было. Я уже не помню. Милка проснулась. Мы с ней вместе, значит, вечером. Вообще она кайфует. Когда я укладываю малого, все, я ее беру к себе, и она постоянно у меня на руках. То есть мы вместе монтируем. Потом, если я кушаю, она на руках сидит. Если я кино смотрю, она со мной сидит. Она прям кайфует. Она мне в глаза заглядывает. Она вообще так прикольно. Вчера такая что-то ковырялась-ковырялась. Потом такая возле лица у меня вот так вот села на задние лапы. Вот так вот. Вот так вот прям села за мне лапы. Руки вот так вот сложила. И вот так вот повернула лицо. У меня в глаза смотрит. Я просто выпала. Ну, это такое чудо. Это такой мышонок. Он следит за Денькой. Я, значит, Милке купила огромный дом. Понимаете? Я уже его и там, и сям поставила. Не знаю, уже и мятой напшикала. Но она выбирает Микки Маус. Она игралась. Эти игры. Сейчас попробуем подойти тихонько. Эй да, она все слышит. Девочка. Девочка. Мурчит. Моя девочка. Надыхалась. Наигралась с бумажками со своей. Чешется. Головой чешется. Сейчас спит. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня прекрасный день. Так, что делать малыши? Сейчас покажу. Денька у меня ходит уже здесь. Первый самый встал, да? Очки ищешь? Милка играет. Вот. Тут ходит, уже ничего не боится. Уже скачет, прыгает, запрыгивает на диван, на кровать. Милка. Вон фантик твой. Вон фантик. Играет с фантиком. Что, тебе фантик не очень нравится? Смотри. Опа. Апорт. Неси. Вот фантик не хочет нести. Бумажки приносят. Апорт. Неси маме бумажку. Маме бумажку неси. Молодец. Давай, маме бумажку неси. Неси маме бумажку. Бумажку маме давай. Маме бумажку. Маме бумажку. Апорт. Маме бумажку. Парень вот как пришел. Ты маме бумажку даешь? Ты же приносишь бумагу. Давай. Мальчик, здравствуйте. Солнышко у вас светит в глаза, да? Ее, Лиска светит в глаза этому мальчику. Смотри, Милка, с бумажкой играется. Очки. Ей тоже нравятся. Ей тоже все нравится. Котейка. Сегодня она спала у нас в зале. Вчера это, она раздухарилась, висела на мне, пока я монтировала тут все, что нужно. А потом она поела, она когда ест все, ей надо играться. Я пошла с ней ложиться спать уже. А Денька проснулся немного, у него был заложен нос, одна ноздря. И он очень не любит, когда это происходит. Он начинает плакать. И что-то покашливал даже вечером уже, когда его укладывала. Ну, короче. И он вставал, прям шел за мной. Ложился вот здесь, такой, типа, все, давай, идем спать. Ну, я, короче, все бросила, пошла с ним ложиться спать. И Милка, она просто скакала по нам. И я говорю, так, Милочка, давай, если ты хочешь играть, иди играй в зале. И все, я ей здесь накидала бумажек. Вот. Закрыла двери. И все, мы спали. Потом она замяукала в 5 утра. Вот. А у нее, кажется, еда закончилась. Ничего себе. Есть у меня ребенок. Хотя я ей насыпала вроде бы. Но я ей насыпала еще еды. и чуть-чуть с ней поиграла, буквально там 10 минут. И пошла спать. Снова ее хотела взять, но она все равно, она опять поела, и ей нужно было играть. В общем-то, я ее опять оставила в зале, закрыла дверь, и мы спокойно поспали. И уже Денька проснулся, когда он уже открыл дверь и выпустил Милку, да? Да. Милка, 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 с очками Денькин ими играет. На. Милка и очки называется. Видите, уже не убегает от него. За ним скорее бегает все иногда. А он от нее убегает. Короче, нормально они. Коннексит. Картина маслом. Вот такая, вот такая. Кидай. Вот та побежала. 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 Любит бумажечку, берет. Таня, ты куда-то кидай бумажку ей. Вот. Вот. Убираю, кстати, за окошечкой. Радуюсь всегда, когда она сходила в туалет. Так что вообще никакого напряга нет. Кто интересуется, чего там в отвалении? Поставь ее на. Вот так. Вот так. Напряга никакого нет. Все хорошо. Опять же, повторюсь, я не знаю, что я так боялась вообще. Так, поставила яички пока вариться. Посмотрим, что наши детки делают. Кися. Ну, а вы что тут спать укладываетесь, да? Ты мило спать уложил? Такая кися. Да, кися у нас вообще волшебная, девочка. Ты тут еще и тракторишь? Да? Ой, щеку подставляет. И Денька лег рядышком. Да? Да. Ну, ложитесь, байеньки. Красотка. Что, мамина крошоточка? Все, малыши спать легли. Еще. Тех. Тебе еще. А, занавеску закрыть надо? Да. Денька, да только проснулись за зайка. Ты ж только проснулся. Моя девочка. Надо домик, кстати, переставить. А то бывает, я ее на ночь в зал переселяю, чтобы она нам спать не мешала. Очень хорошо, кстати, что есть отдельные комнаты. Вот, я подумала об этом уже еще позавчера. Думаю, как классно, что есть возможность ее просто, не просто там в туалет или ванну, это жестоко, да, там, закрывай. А вот именно комната, когда она понимает, что у нее большая площадь, и там и еда у нее, и все на свете, конечно. Вот кто в однокомнатной живет и нет возможности спрятаться в отдельной спальне и поспать спокойно. Это, конечно, могла бы быть проблема. Ну что, а в чем у тебя рот? В молочном ломтике? Ты спать хочешь, День? Да. Ты ж только проснулся. Давай еще, давай еще. Тебе сейчас поцелую. Сейчас поцелую тебя. Ну-ка, иди поцелую. Быстро. Смотрите, у меня в одном яичке два было. Вот, маленькое и чуть-чуть побольше. А в одном одно. Так, пока я позавтракала, Деньки сварила яички, почистила, решила по шесть. Говорят, что два яйца равняются как одному обычному. Я решила, ему три яйца, значит, я ему сделала обычных. Яички, День, кушай. А Деня там, короче, в спальне все это время с Милой. Давайте посмотрим. Где вообще Мила наша? Что это такое здесь вообще? Дорога в светлое будущее. Последний раз Мила была здесь. Моя девочка, она спит. Все, не будь моя. А Денька тихонько, кстати. Я вот слышу, что он тихонечко тут. Все, День, ты Милу уложил спать, да? Мила спит? Все, не буди ее только. Мультики включил себе, он смотрит. Так, хорошо. Надо сейчас сделать себе матчу и придумать, чем я буду заниматься. Кстати, у меня хорошие новости для вас. Ну, я как бы записалась на окрашивание. Вот. А какое это будет окрашивание? И почему я решила? И что я хочу сделать? Почему именно туда, куда я записалась? Вы об этом узнаете все в отдельном видео. Зацените мое окрашивание. Ой, фух, мои девочки. За все это время болтала со своей подругой. Вот на улице пасмурная погода, реально. Вот солнца нет просто. Показать вам. Зелено-зелено. Ну вот солнца нет. Грустя ска на улице. Это все очень сильно влияет на настроение. А я ничего не делала сегодня вообще. Кроме как проект кухни сидела два часа, лепила сейчас и в Леруа, и в Икея. Вот. Но очень сложно, потому что у меня столько нюансов всяких разных. И проект, вот на самом деле, да, увидеть картинку так красиво, это, блин, еще задача, не из легких. Вот я делаю свою кухню, думаю, что-то не хватает, что-то недоделано. А захожу в готовые решения. Даже цвета, которые мне не подходят, но смотрится все гармонично. Вот. Ну, есть и цвета, которые мне подходят, в принципе. Но мне в Леруа нравится расцветка одна. Нордик цвет там есть такой, фасадов. Красивый. Я бы его вниз сделала. Может, даже и наверх сделала. Вот. Ну, как-то хочется мне проще. Мне так не хочется заморачиваться на всем этом. Вот, хорошо, ладно, да, кухня там классная. Но я так вот считаю, что это настолько время свое на тратить. Какая у меня будет кухня. Ну, как бы сильно-сильно заморачиваться по нюансам, как бы, да. Было бы больше возможностей финансовых. Это, ну, реально, как бы просто отдаешь всю свою студию человеку, да. И он тебе просто делает, и ты не считаешь деньги, сколько там надо вам, 50 тысяч, 100 тысяч отдай, да. Сделайте мне красивый проект, и, пожалуйста, организуйте, чтобы все здесь сделали, да. Пока нас нет. Вот это идеальный вариант для меня. Тогда бы я заморачивалась, да. Тогда бы я говорила, что вот это должно быть здесь, а вот это должно быть здесь, а вот это здесь. А когда я вот сама сделала, например, я считаю, что... Еще банан. Ты еще банан. Слопал банан за 30 секунд. Сейчас, да. Короче, самой заморачиваться, свое драгоценное время тратить на то, что там вот здесь вот эта фуська должна быть, а здесь вот то должно быть. И я все, ну, как бы все проще и проще, как бы упрощаю себе задачу. Просто цвета должны быть те, которые я хочу, и просто ничего не должно нервировать мой глаз. Вот. И, короче, не факт, что у меня будет полностью белая кухня. Вот. Это я, может, кого-то обрадую, а то не всем нравится, что мне все тут белое. Просто мне нравятся цены в Леруа Мерлен. В принципе, нормальные. Знакомые мои брали там кухню, говорят, что качество хорошее, сколько там лет, 10 лет или сколько там, или 8, да, все прекрасно там отслужило, работает. Плюс это удобно, то, что ты пришел и сделал, как бы, да, Леруа. Единственное, что там, по-моему, нет белых матовых фасадов. Чистых, ровных. Вот это вот небольшой косяк. И, возможно, поэтому тогда, если я буду выбирать кухню в Леруа, из-за этого она не будет у меня кипельно-белой, а будет, например, цвета вот это нордик. Если это матовый, да, мне нравится этот цвет. Но его надо в реале еще посмотреть на картинках, он красивый. Ну, ой, да, только не смотрите, короче, вот так, сохранить, нет. Вот, короче, вот фасад нижний. Только вот это не смотрите, вот эти бока оранжевые, этот стол, как бы, который надо удалить. Вот, подождите. Не смотрите, это я тут так просто лепила что-нибудь. Опять визуализация трехчасовая пошла. Ну, короче, вы поняли, да, вот этот цвет вы увидели внизу. Он мне нравится. Возможно, вся такая будет кухня. Ну, тут еще. Чего я удалила? Я вообще печку удалила. Ну, вы поняли, короче, да, вот здесь вот так все тормозит, все вот так долго делается, ковыряется. Сложно. Сложно. Не то, что даже сложно, это, может быть, для кого-то будет легко, но для меня, как человека, который не хочет заморачиваться вообще сильно на ремонте, делать это каким-то, знаешь, апофеозом в своей жизни, для меня это сложно. Мне жалко свое время тратить. А кто-то, может, кайфует, кто-то зайдет, покайфует, знаете, там, он думает, ой, как легко, вот это седа, это седа, это седа, вот красота получается, да. А человеку, которому это неинтересно, это не самое, не самое интересное в жизни, вообще далеко не самое интересное в жизни, он заходит, блин, как сложно, цвета все подобрать, блин, тельки там, вот, ручки, все дела, бесит. Вот, смотрите. Ну, вот этот цвет, понятно, да. Так, стол я так и не удалила. Так, сделала макароны с мясом, точнее, мясо это у меня было говядиной, я готовила ее, макарошки сейчас приготовила, дыньки положила, он уже мясо съел отдельно, почему-то он так не любит вместе. И вот я ему макарошки с маслицем, с сыром тоже он как-то странно стал есть, отдельно сыр, отдельно макарон. Ты будешь дынь макарошки? Пока они горячие, смотри, аккуратно. Ну-ка. Нормально? Да, птица. Когда Дэнни бегает, а она тут, ты моя хищница, ты моя хищница, моя хищница, 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 хищница. Моя девочка такая, моя ушастая, мой хвостик такой тоненький мышины, моя хвостик такая хорошая девочка, такая вообще. Посмотри на себя, посмотри на себя, какая ты красотка. Ой, какая, обалдеть, 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 какая девочка. Вот так, ты всех обняла только что, всех обняла своей лапочкой, такой красивой лапочкой такой. Вот так, кисель. Видали, какая хищница? А пузо, вы дали? Пузо, вы дали, какое красивое! тигрица моя тигрица моя вот для кого был этот домик куплен походу белку ждал на мелко тот гоняет как те точку это домик и решил сюда пробовать поставить в общем смотрю разные места где она там любит ей нужно быть в центре внимания и нужно от где-то находиться так чтобы она все видела в общем пока так вот потому что в спальне я не знаю не в спальне есть свое место она там все время спит в домик даже не залазит поэтому я буду искать вообще-то его не его постоянное место конечно здесь возле кухни как бы нет летом я думаю на балконе будет что часто будет открыт балкон у нас вот в теплое время это мы найдем где-то хочу где-то в зале возможно это будет где-то вот здесь даже потому что может быть даже мое рабочее место как-то поменяя в общем буду думать еще буду думать сегодня а я говорила да что проект кухня делала и поняла что без человека который во всем этом разбирается мне не обойтись мне надо сказать блин а здесь у меня вот это а вот здесь у меня вот это и чтобы он какие-то дизайнерские решения там как то смотрите какой закат у нас уже солнышко села немножко она кстати сегодня спрятана было за облаками люблю когда вот такие линии красивые яркие и люблю когда много облачков еще знаете такое ребристое все короче я люблю любой закат любой красивый закат кстати чем я занимаюсь пока день покупается я всегда приготовлю там ему ну что же все одевать и убираю вещи что этот вижу выкидываю все мою потому что целый день я не парюсь за это я он играется везде что хочет разбрасывает достает а потом уже но мне хочется вечер хотя бы провести в чистоте поэтому все убираю так немного по прибирала короче кстати вот это вот я специально миланки тоже стилю вот здесь вот что после она запрыгнет она здесь спала например когда она хочет играться я ее оставляю здесь зале и у нее пожалуйста вот теперь у нее свой домик тут и и лежанка тут еда туалет все в ее распоряжением игрушки ходи бегай все расстелила кровать уже все приготовила вот здесь она кстати любит спать вот днем да мы кстати когда уходим встаем уходим а она например тусила там да или она с нами потусит проснется а потом шмык сюда в спальню никого здесь нет и спит этом делаю свои дела все как там уже вот прям с раннего возраста находим где где кто находится и где и кто что делает динчика купается у меня там зайчики тоже мужа все приготовила чистенько сейчас выйдет все почищу помою закатываю и спать уложу кстати днем пока бесится может она с нами ляжет хотя нет тут можно с нами не ложится самый гайф когда она ложится со мной вместе когда я ложусь там 12 к часу вот и спит хотя бы полночь а потом во второй половине ночи под утро уже можно эти залы и веселиться мы до спим сами вот когда она засыпает со мной вот мы все втроем спим вообще очень очень ну что денечка искупался мило уже по моему нашла себе местечко где она будет меня ждать все целую милочку целую милочку и все и пойдем спать спокойной ночи говорим или мило меня будет ждать здесь ходи конечно все все сделали носочки снимаю я кстати заказала себе новую пижамку нового цвета такую домашнюю одежду что мои хорошие наверное буду с вами прощаться заканчивать этот блог он и так большой насыщенный много чего здесь по моему произошло в этом влоге уже и мне пишут в инстаграме в деле когда влог когда влог но я этот закончу тогда буду прощаться с вами вот и на самом деле последние дни вообще мне нравится качество качество моей жизни в плане как я распределяю время у себя в голове да и что я ощущаю у себя в голове мне кажется что нужно жить так ловлю себя просто на мысли что наверное вот нужно жить так чтобы просто сказать себе а так ли ты жила вот вдруг там при смерти ли еще что-нибудь и ты можешь себе сказать что я прожила жизнь именно так как хотела вот я чувствовала то что я хотела я отдавала всю любовь своим близким да я заботилась о себе это все мне кажется вот очень важный вот последние дни они вот прям такие что ну как бы я горжусь этими днями вот вот так и надо и на самом деле это такая грань знаете что ты сейчас наслаждаешься а потом раз тебя как и засасывает во все эти дела и ты раз и думаешь блин так я опять в том том бешеном ритме когда мне уже плохо да и нужно успевать отслеживать эти моменты когда тебя засасывает туда и сразу туда выныривать потому что все эти рутинные дела до достигательства и так далее ведь все время достигать цели какой-то это значит мы не удовлетворены тем что имеем по большому счету ну как бы и все время хотим чего то то есть то что сейчас не 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 вот сейчас вот там вот там вот там вот там это идешь 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 а оно все вот не то что аппетиты растут желания растут и все равно это вот желаемое но где-то там где-то там но не здесь и вот если вы так остановиться на самом деле обернуться и посмотреть это на самом деле очень стремно когда так то есть вдруг вдруг ты например болеешь да как это вообще то что может случиться с каждым и ты говоришь себе ё-моё а я так и не успел пожить надо было по-другому как-то надо было больше наслаждаться больше уделять времени близким своим вот поэтому качеством последних своих дней я очень удовлетворена все желаю вам того же берегите себя люблю и увидимся в следующем видео пока-пока